Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем о самых ярких новостях этой недели и вот чем особенно запомнились уходящие дни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В регионе будет выстроена новая система мер социальной поддержки населения. В первую очередь до конца года предполагается решить вопрос о денежных выплатах работающим пенсионерам, ветеранам труда, чья пенсия ниже средней по области. Предложение обсудили на заседании рабочей группы, в состав которой входят региональные министры, представители всех фракций губернской думы, члены областной общественной палаты. В итоге пришли к согласию, что в сфере соцподдержки необходимы системные изменения. Нужно возвращаться к выстраиванию новой системы социальной политики и, соответственно, мер социальной поддержки. Понятно, что путь этот сложный и большой научный труд нужно сделать. И, соответственно, все, кто по выработанным критериям должен рассчитывать на поддержку государства, будут эту поддержку получать. Но я думаю, что на площадке думы эта работа будет продолжена. За собой оставляю право в этой ситуации разработки системы мер принять решение оперативное по поддержке ветеранов. Также принято решение увеличить число поездок по социальной транспортной карте. Об этом накануне заявил Дмитрий Азаров в прямом эфире одного из региональных телеканалов. Я предлагаю, мы это сделаем. Мы увеличиваем количество поездок до 90. Но при предоставлении отчетности за предоставленную услугу мы привлекаем к этому муниципалитеты. Главу Самары, главу Тольятти. И пусть они контролируют, а как перевозки ведутся. За каждого человека, который больше 60 ездок, они пусть знают, почему такая ситуация, почему человеку не хватает. Самарцы радостно восприняли эту новость. Отлично. Пускай вернут то, что у нас было. Вот и все. Нужно, потому что все-таки ездят, много ездят люди. 50 поездок это очень мало, не хватает. Особенно лет. Пенсионеры ездят по местам тоже. Не сидеть же им дома. Куда-то поехать, где-то что-то посмотреть. Не говоря о магазинах, а просто развлечься. Тоже же надо. Приехал, уехал. Кто-то за внуками ездит, тоже помощь детям. Поэтому набегаются поездки. Лариса Шалафаст, Марианна Мирная, Василий Колдашов. События. События, которые ждали. В среду Южный мост был полностью открыт. Его ремонтировали 7 месяцев. Для водителя это было сложное время. Теперь многочасовые пробки позади. Подрядчик постарался и справился в три раза быстрее намеченного срока. Хотя работы были рассчитаны почти на два года. Лариса Шалафаст первой прогулялась по обновленному мосту. Событие, которого ждали самарские водители, свершилось. Мост Южный и путепровод «Аврора» полностью открыты для движения транспорта. Многие уже почувствовали разницу. Я живу в Южном городе. Когда мост делали, в пробке стоял час. А сегодня, как открыли, минут 10-15 я уже в городе. Все очень хорошо. За 7 месяцев на всем протяжении моста укрепили несущие конструкции. Смонтировали деформационные швы, обновили систему освещения. Уложили верхний слой асфальта повышенной прочности. Уложили литой асфальтобетон в районе деформационных швов. На путепроводе также выполнены данные виды работ. Кроме того, обустроены лестничные сходы. Работы выполняются в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сроки ремонта, изначально рассчитанные на 21 месяц, скорректированы по инициативе главы города Олега Фурсова. С основным объемом по двухлетнему муниципальному контракту подрядчик справился почти в 3,5 раза быстрее. На всех этапах ремонта осуществляется ежесуточный контроль кураторами муниципального учреждения, дорожное хозяйство и городскими властями. Теперь движение по мосту полностью восстановлено и для городского общественного транспорта. Количество подвижного состава и интервалы движения сохранились. Теперь движение всего общественного транспорта будет осуществляться по ранее утвержденной схеме, то есть так, как они ходили до ремонта мостового сооружения, без разворота под вот этим мостом. И людям не нужно будет пешим ходом переходить как раз ремонтируемый участок. Не забыли и о пешеходах. Во время ремонта особое внимание уделили безопасности и предотвращению аварийных ситуаций. Теперь здесь установлены барьерные ограждения, которые в случае ЧП способны удержать транспорт практически любой массы. Рабочим на мосту остается сделать последние штрихи, нанести разметку и покрасить пролетные строения. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Погода в доме налаживается повсеместно. По итогам прямой линии даны поручения разобраться и решить проблему отопления в каждом заявленном случае. Масштабное мероприятие прошло по поручению полпреда президента России в ПФО Михаила Бабича. На звонки отвечали глава региона Дмитрий Азаров и главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. За работой линии наблюдали наши корреспонденты. Уже за первый час работы колл-центра принято более 400 звонков на телефонах 14 операторов. На связи весь регион. Глава области Дмитрий Азаров знакомится с работой колл-центра. Как люди себя чувствуют, когда звонят? Много ли негативной реакции? В целом, так как принимаем, настроение улучшается. Мы фиксируем и передаем им. Звонки направляют напрямую в зал заседания, где собрались руководители компаний и служб, ответственных за погоду в доме. В режиме видеоконференции подключены главы городов и районов. Прямая линия позволяет взять на контроль все сигналы от жителей, чтобы оперативно принять решение по подключению отопления и выявить проблемы, требующие административного вмешательства. На линии Малышева Ольга Зарисовна. Город Санара. Октябрьский район. Масленниково, 24-29. Добрый день. Добрый день. У нас нет отопления по адресу Масленниково, проспект, дом 24. Вопрос решается на месте. Директор теплоснабжающей компании обещает до вечера аварию устранить. Уже завтра в квартиры будет подано тепло. Еще один проблемный адрес – революционный 155. Жильцы регулярно оплачивают услуги, а вот их ТСЖ имеет значительные долги перед ресурснабжающими компаниями. Несмотря на это, в дом удалось пустить тепло, а вот горячей воды еще нет. Городские власти этот адрес держат под особым контролем. Для жителей подберут новую управляющую компанию, которая сможет грамотно распоряжаться как ресурсами, так и финансами. Подскажем им с кем и как заключать договоры, чтобы котельная обслуживалась. То, что проблем с теплом там нет, там есть проблема с использованием этой котельной. Сегодня в доме поднимут температуру, завтра вернется горячая вода. А в отношении недобросовестного ТСЖ будет возбуждено уголовное дело по статье самоуправства. Впрочем, если говорить о Самаре, дома без отопления – это единичные случаи. И это касается работы управляющих компаний, которые должны настроить внутри домовые сети. За лето в городе заменили в три раза больше теплотрассы, чем в прошлом году. Темпы подготовки к зиме летом были втрое быстрее, чем раньше. Несколько лет тому назад был капитальный ремонт. С тех пор у нас батареи такие, что у меня балкон настижь, даже зимой мне жарко. За шесть часов работы прямой линии поступило более полутора тысяч звонков. Что касается проблемных адресов, каждому главе муниципалитета, руководителю управляющей компании и теплооснабжающей организации дано поручение связаться с заявителем проблемы и на месте убедиться, что ситуация исправлена. Самое главное – это системность. Это вот на самом верхнем уровне понимание проблем. Определение четких подходов взаимодействия с управляющими компаниями, с ТСЖ. Выстраивание этой работы, чтобы мы не в режиме аварийном с вами встречались как можно реже. В итоге регион должен войти в отопительный сезон с показателем 100% и без проблемных адресов. Олег Зверев, Василий Колдашов, Андрей Горгулянко, Григорий Плешаков. События. Холода и снег помехами не станут. В Самаре прошел общегородской смотр спецтехники. Службы ЖКХ и благоустройства переоборудовали машины на зимний режим работы и отчитались перед городскими властями. С теми, кто на страже чистоты и порядка, пообщалась Лариса Шалафаст. Коммунальная мощь города на одной площади. Больше 90 единиц техники муниципальных предприятий Самары готовы к зиме. Габдулхат Боязитов за баранкой мультикара колесит по Самарской набережной 6 лет. Техникой доволен и уже готов переходить на зимний график работы. Зимой работаем по погоде, вызывает и ночью. А так график у нас с 6 до 3. Готовность машин к зиме оценил глава города Олег Фурсов. За два года парк техники пополнился больше, чем на сотню новых машин. В планах будущей весной приобрести дополнительные единицы. Олег Фурсов пообщался с руководителями муниципальных предприятий и поручил особое внимание обращать на качество уборки. Если выпадает где-то сантиметров 15 снега, в течение трех дней, трое суток, мы убираем свои территории. Ну так понятно, что за час мгновенно нет. А вот в течение предплата... Ну отвал или с вывозом? Отвал. Должны уходить от того, чтобы весь снег складировался на обочинах, потом темнел, чернел, и вся эта грязь весной попадала на город. В этом году на улицы города выйдут больше 300 единиц спецтехники. Это погрузчики, тракторы и самосвалы. Практически все машины уже подготовлены для работы в холода. Все необходимые регламентные работы были проведены в срок. 70% техники уже подготовлены к работе в зимних условиях. Оставшиеся 30% будут готовы к 10 ноября. Но это связано с тем, что пока еще идет такой сухой сезон. И переобувать с летнего содержания на зимнее пока не целесообразно. Помимо техники подготовлены полигоны для снега, закуплены реагенты. Также в Самаре скоро появится снегоплавильный завод. Концессионное соглашение на строительство уже заключено. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Строительство трамвайной линии и пункта досмотра грузовых автомобилей идет по графику. Все работы обещают выполнить срок. Глава города осмотрел стройплощадки важных объектов предстоящего Чемпионата мира по футболу. В том, что строители справляются со всеми задачами, убедился наш корреспондент. Где-то там 25 октября мы приедем и видим с вами, что здесь все спланировано. Значит, инертными материалами и часть уже, наверное, асфальтовых работ выходит. Именно здесь, на пересечении Ракитовского шоссе и проспекта Карла Маркса, собираются расположить пункт досмотра грузовых автомобилей к Чемпионату мира. Эти 17 тысяч квадратных метров станут одной из важнейших точек для безопасности турнира. Там будут парковаться большегрузы, которые везут оборудование на стадион. И важно на дальних таких подступах проверять безопасность грузов и самого транспорта, которые будут приближаться и заезжать на саму площадку перед стадионом. Задача городских властей только подготовить саму площадку, заасфальтировать ее и подвести к коммуникации. Сейчас грунт равняют и готовятся укладывать многослойный асфальтовый пирог. Все остальные работы будет производить оргкомитет ЧМ-2018. А вот где помощь не требуется, это на стройплощадке новой трамвайной линии, ведущей к стадиону Самара-Арена. После демонтажа мешающей постройки подрядчик снова набрал высокий темп работ. Небольшие проблемы создали локальные очистные сооружения, которые было решено поместить в середину трамвайного разворотного кольца, из-за чего его диаметр пришлось увеличить. Но строители справились с этой задачей и теперь продолжают спокойно прокладывать трамвайную линию. Закончат работы на объекте в срок в феврале-марте следующего года. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Дом сдадут. В Самарской мэрии нашли решение по недостроенному углу Вилоновской и Садовой. Проблемы с вводом здания в эксплуатацию возникли из-за отсутствия парковки. По настоящему нормативу застройщики обязаны обеспечить каждую квартиру одним парковочным местом. В этом доме стоянки не были предусмотрены вообще. Какой компромисс найден городскими властями для этого и других проблемных объектов, расскажет Марина Матвеевшина. Вилоновская Садовая. Дом трудной судьбы ждет счастливой развязки событий. Городостроительный совет одобрил продолжение строительства без парковочных мест. Застройщик начал возводить высотку в 2004 году. Причем без разрешения на строительство. С тех пор менялся застройщик, дом вошел в число проблемных объектов. Власти пошли навстречу строителям и одобрили параметры здания, которые не подходят для застройки в исторической части города. Но до сих пор 82 дольщика ждут своей квартиры. По настоящему нормативу застройщики обязаны обеспечить каждую квартиру одним парковочным местом. В этом доме стоянки не были предусмотрены вообще. Глава города своим постановлением отменяет данную норму для этого дома. Люди не должны страдать от этой ситуации. Если дом может быть достроен, есть соответствующая экспертиза, которая позволяет это сделать, нужно пойти на то, чтобы отменить всевозможные коэффициенты, которые мешают людям получить их законное жилище. Городостроительный совет поддерживает это решение в том числе и для других долгостроев, которые столкнулись с такой проблемой. В городе более 20 подобных объектов. Отсутствие парковок в городе также стало темой обсуждения. Участники анализируют опыт других городов и стран. Предлагают начать с ревизии всех парковочных мест в городе и возможности использовать их по максимуму. Это и перехватывающие парковки, которые предполагаются по многочисленным проектным предложениям и проектным планировкам на территории городского округа. Это общественные парковки, многоэтажные и подземные. И также парковки двойного назначения. Это предполагает дневное использование как гостевые парковки и ночные для жителей ближайших домов и территорий, на которой они расположены. Также решить нехватку парковок в исторической части города можно более рациональной организацией движения, считают участники. Это и развитие общественного транспорта, и ограничение движения частных автомобилей в историческом центре. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События. Более 9 тысяч протоколов об административных правонарушениях выписали инспекторы за этот год. Закон переступают разнообразно. Рисуют граффити, не вовремя вывозят мусор или торгуют прямо на тротуаре. Но от административных комиссий районов не уйдет ни один нарушитель. Как наказания рублем влияют на порядок в городе, знает наш корреспондент. Штрафы растут, порядка становится больше. 90 миллионов рублей выписали административные комиссии в этом году. Больше всего нарушений зафиксировали в сфере благоустройства и уличной торговли. На общегородском совещании в мэрии поднимают вопрос собираемости денежных наказаний. Нарушители уже выплатили 65 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом это вдвое больше. Эти деньги идут напрямую в городскую казну. В районах также отмечается рост выписанных и оплаченных штрафов. Достаточно эффективно работала административная комиссия. И те, кто говорит, по составу протоколов наложенного штрафа, про это мы говорим. То есть у нас в этом году уже почти 25 миллионов штрафов наложено. Из них нас, соответственно, больше 60% по этому году. В отдельных районах количество протоколов уменьшилось. Но произошло это не от того, что нарушений стало меньше, считают в городской администрации. А потому что искать их нужно еще более внимательно. К концу года ситуацию подправить, выровнять. Здесь еще много что нужно в порядок приводить в районах и в городе. Поэтому давление снижать не нужно. Давайте продолжайте работать в этом направлении. Кроме поиска нарушителей и взыскания из них штрафов, важно следить за решением проблем, отмечает глава города. Главная цель не столько наполнение бюджета за счет штрафов, сколько восстановленный порядок на Самарских улицах. Марина Матвеевна, Василий Кладашов, События. Открыть корпус ко второму полугодию 135-го Самарского лицея авиационного профиля. Такую задачу поставили перед строителями глава города Олег Фурсов и региональный министр образования Владимир Пылев. Меняющийся корпус осмотрела и наша съемочная группа. Сейчас в корпусе лицея авиационного профиля пока не так красиво и уютно, но стены и полы уже ровные. Здание, которое построили 65 лет назад, в последние годы не эксплуатировалось. Но совсем скоро здесь снова не будут стихать голоса лицеистов. И качество, и скорость ремонта очень высокие. Качество ремонта достаточно хорошее. Понятно, что ремонт еще не завершен, но по фасадной части мы видим, что работники строительных компаний достаточно тщательно выполняют свою работу. Люди работают до смены, количество рабочих достаточно для того, чтобы ложиться в уговоренные ранее сроки. Фасад и территория вокруг корпуса уже преобразились. Теперь очередь внутренних помещений. За их отделку возьмутся, как только в здание пустят тепло. На ремонт потратят 97 миллионов, из них 35 на современное оборудование, обеспечивающее комфортное и качественное обучение. Это вполне достаточно для того, чтобы 200 учащихся увидели не только там красивые парты, стулья, стены, но и увидели вполне современное оборудование. Интерактивные доски, и компьютерные классы, и мобильные классы. То есть все, что сегодня необходимо для того, чтобы условия отвечали современным требованиям. Срок сдачи работ декабрь, поэтому ученики начальной школы 135-го лицея авиационного профиля смогут сесть за парты в новых кабинетах уже во втором полугодии. Андрей Горгуленко, Григорий Плежаков. События. Построить здание, чтобы стояло вечно. Самарский строитель, заслуженный изобретатель России Сергей Ампилов встретился со студентами, чтобы поделиться опытом в профессии. За 25 лет он возвел более сотни объектов. Его разработки не имеют аналогов в мире. С гением строительства встретилась Мариана Мирная. Изобретатель товар штучный, говорит заслуженный строитель России Сергей Ампилов. В России всего 13 человек, тех, кто долгие годы продолжает усовершенствовать строительство зданий. Процесс этот творческий. По заказу придумать новую технологию очень трудно. За 25 лет Ампилов разработал около 70 изобретений, из которых 58 успешно внедрены в производство. Мы всегда строим. Мы строители. Строим всегда объекты вечные. И для строителя каждый объект, как ребенок, чужим не бывает. Вот у меня есть объект, на которых я работал. Я горжусь по сегодняшний день. Это здание областной налоговой инспекции на улице Осипенко. Это школа в Клявино. Это стадион строителей. Сегодня у нас санта камня Анатолия Алексеевича Степанова. Их больше сотни. Все изобретения Сергея Михайловича связаны со строительством. И с молодежью он встречается для того, чтобы передать свой опыт. Чтобы среди юных умов тоже зажглась искорка. Такие люди нам всегда будут необходимы, потому что это, во-первых, большой жизненный опыт, которым они обладают. У нас, к сожалению, молодого поколения еще отсутствует. Мы только начинаем двигаться в этом направлении. Поэтому узнать что-то новое, поделиться вот этим опытом и подсказать нам где-то в наших, возможно, ошибках или недочетах, потому что он-то уже это прошел. Встреча с изобретателем Анпиловым в Самарской областной научной библиотеке – одна из многих в рамках проекта «Самарские инновации на карте России». Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Взять штурмом позиции противника. Уничтожить условных бандитов. Сотрудники Самарского ОМОНа провели учения. В условиях, приближенных к реальным, отработали тактические и боевые навыки. Полевые выходы ОМОНа проходят дважды в год. Как справились бойцы задачи, в этот раз увидела Алина Чемерис. Обходим по опутке леса, заходим за дорогу, за грунтовую, за овраг. Здесь тоже будет овраг. Выдвигаемся за оврагом. Бойцы Самарского ОМОНа слушают инструкцию, прежде чем отправиться на задание. Любоваться красотой осенних пейзажей или здешней фауной нет времени. Задача серьезная. По легенде необходимо выяснить, где засели вооруженные бандиты. Чтобы незаметно подобраться к укреплениям, занятым условными боевиками, ОМОНовцы, прячась за холмами, делают крюк. Сегодня работают три группы. Две штурмуют позиции противника. Третья группа блокирования должна остановить боевиков, которые попытаются уйти. Как выясняется, условные боевики в каждой из этих построек. Задачу бойцам ОМОНа усложняют спрятанные взрывные устройства и мины растяжки. Сначала нужно справиться с ними. Затем, прикрывшись дымовой завесой, ОМОН начинает штурм. Условный противник уничтожен. Сотрудник в Росгвардии никто не пострадал. Такие полевые выходы у бойцов Самарского ОМОНа два раза в год. Весной и осенью. Тренировки постоянные. Закрепляется знание личным составом. И с условиями приближенным к боевым отрабатываются определенные тактические действия. Стрельбы с автоматического оружия, с табельного. И находимся здесь круглосуточно. Живем в палатках, то есть в полевых условиях. Следующий этап – метание гранат. Боеприпасы не учебные, настоящие. Поэтому техника безопасности на первом месте. Ручная граната наступательная. С ней бойцы идут в атаку. Радиус поражения – 25 метров. Сегодня ее бросают из укрытия, из соображения безопасности. Но в реальных боевых условиях все происходит на ходу. Когда тренировки закончились, бойцов встречает полевая кухня. Учения сотрудников Самарского ОМОНа продлятся до конца недели. Алина Чемерис, Василий Кладашов, События. Герб города на обед. Самарские повара выложили роллами знаменитую козу с короной на голубом фоне. Вышло 300 порций или 2500 кусочков. Как это было, увидела Мариана Мирная. Икра красная, черная, синяя, зеленая и желтая. Каждый цвет соответствует полотну герба Самары. 2500 кусочков повара приготовили буквально за час. Правильные руки надо. Сноровка, опыт, все. Главное – технология. Если честно, я уже давно не крутил роллы. Раньше работал. Сейчас уже как бы немножко другими делами занимаюсь. Соответственно, руки помнят. 36 самарских поваров приложили руки к созданию кулинарного шедевра. И если снаружи роллы сделаны в специальной цветовой гамме, то, выбирая начинку, повара применяли творческий подход. В ход шли копченый уголь, красная рыба и мясо краба. Это, во-первых, очень вкусно. Во-первых, очень вкусно. Соответственно, я не знаю, как объяснить, но мне кажется, что когда в Россию приходит что-то новенькое, то, соответственно, наш контингент, наши люди, им всегда эта новинка будет очень интересная, им это будет нравиться. И распробовав, конечно же, это очень вкусно, распробовав, они будут в восторге. Рецепт идеального японского ролла – свежая рыба, правильный рис и ловкие руки. Все остальное – фантазия повара. Говорят, что крутить роллы гораздо сложнее, чем это будет в страны. Но в умелых руках все происходит быстро и качественно. Самое главное – это правильно уложить и тормовать рис. Мне это, к сожалению, сделать не доверили, но вот повар Никита подготовит мне сейчас всю эту подушку рисовую для того, чтобы я смогла уложить начинку. Ждем! Ну вот такой ролл от телекомпании «Самара Гис» у меня получился. Мариана Мирная, Константин Головин. События. Это все, чем запомнилась эта неделя. Хороших вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok